Всем привет! С вами проект Ютуберы. Я надеюсь, что ваша неделя прошла на оптимистичной ноте. А как ее провели блогеры? Сейчас об этом и поговорим. Меня зовут Эрик. Погнали! Очень скоро нас ждет отличное нововведение на YouTube. Имя ему HDR. Это технология обработки видео, которая позволит делать передачу картинки еще более реалистичной. А какие же видео смотреть в таком крутом, реалистичном качестве? Только ролики с острыми реальными проблемами, одну из которых высветил в новом видео Эльдар Джарахов. И может, кого-то он удивил, но... Я натурал. Понятное дело, что это стебное видео, а вот среди серьезной информации можно отметить то, что Эльдар с Сашей Тилексом и Ильей Прусикиным перезапускают лайв-канал. И старт нового проекта состоится 1 февраля. Эрик Давыдович на этой неделе набрал 2 миллиона подписчиков на своем YouTube-аккаунте Смотра ТВ. Также он поделился видеоблогом, в котором подробно рассказал о жизни. Так как в последние несколько месяцев он выпускал исключительно тест-драйвы и проекты Охота на Давидовича и Смотра Локатор, в этом же видео мы увидели Эрика, к примеру, на съемках кулинарного шоу на радио, а также услышали совет, как с ним лучше всего здороваться на дороге. Постоянно, когда меня в городе кто-то встречает, некоторые пацаны пытаются передо мной понтануться, ну, показать, типа, о, Давидыч, короче, я сейчас покажу, как я могу боком пройти. Пацаны, по-братски, просто подъедьте мне, вот так покажите, и езжайте дальше, я вам отвечу. Ну, мне приятнее будет, вы просто подъехали, красиво там поздоровались и все. Кстати, проект Немагия опубликовал тизер нового обзора, в котором будет задействован автомобиль Chevrolet Camaro. И зрители считают, что это будет обзор как раз об Эрике Давидыче. А вот Наталья Берсенева опубликовала новый выпуск на канале Days of Bears из рубрики «Опросы на улицах». Видео из этого плейлиста являются самыми просматриваемыми на ее канале с путешествиями, а заключаются они в небольших интервью иностранцам, к примеру... Как бы вы ответили на вопрос, кто победил во Второй мировой войне? В какой стране вы бы хотели жить, если бы это была не Америка? Знаете ли вы какие-то русские блюда, традиционную еду? Что вы думаете о русских людях? Следующий вопрос, что тебе нужно для счастья? Мне еда. Забавно, это уже второй человек, который признается, что для счастья ему нужна еда. Невероятно большим количеством юбилеев порадовали зрители-блогеров. Официальная группа Ивана Рудского ВКонтакте набрала миллион фолловеров. Также миллионером стал ютуб-канал The Alex Super. Гриша Мамурин теперь имеет не только огромное количество финансов, но и зрителей. На его канале полмиллиона подписчиков. 400 тысяч сразу же после Рождества отметили влюбленные друг в друга и в Испанию Иван и Екатерина из Kate Life Vlog. Аккаунт Саши Шапика за просто так и канал Кшиштовского, автором которого является Михаил Кшиштовский, теперь имеют аудиторию более 100 тысяч человек. На Инстаграме Дмитрия Ларина также набралось 100 тысяч, а Ян Гордиенко впервые набрал 50 тысяч лайков под фото в Инстаграм. Но Ян Го не только радовался событиям на Инсте, но и был чуть огорчен, ведь соцсеть удалила его фотографию на пилоне, посчитав порнографии. Также по той же причине нескольких публикаций лишилась и Елена Шейлина. Эдвард Татева на своей странице в одной из соцсетей сообщил, что обучает русскому языку американского блогера Люка Корнса, и первое слово, которое опубликовал Люк на своей странице в Твиттере, было слово «Приветц». Давайте тогда поговорим, какими еще достижениями отметился зарубежный Ютуб. Музыкальный Ютуб-аккаунт Селены Гомес набрал 8 миллионов подписчиков, а ее экс-бойфренд Джастин Бибер просто-таки без перерывов на обед бьет рекорд за рекордом. На этой неделе его канал обогнал Эминема по количеству подписок и стал восьмым в мире, но для того, чтобы войти в топ-5, судя по росту набора новых подписок, Биберу понадобится еще буквально месяцок. А уже в пятерке ему предстоит серьезная борьба с дуэтом с Мош, певицей Тейлор Свифт, чилийцем Оласу Херман, ну и, конечно же, Пьюдипаем. Но много зарубежных блогеров еще до сих пор не вышли из рождественских каникул. После невероятной проделанной работы Зои Сакс, 48 видео за 24 дня, она не выпустила ни одного ролика в течение двух недель. Таким же ленивым результатом может похвастаться и Бетани Мото. Зато у обоих блогеров основные аккаунты на YouTube уже впритык приближаются к отметке 10 миллионов подписчиков. Вот такой вот выдалась первая полная неделя 2016 года, а следующая обещает стать вообще одной из самых лучших. Ведь 16 января, в следующую субботу, на нашем канале пройдет трансляция розыгрыша от ютубера и топовых блогеров. Делайте репост закрепленной записи из нашей группы и выигрывайте один из 50 призов. Ссылка на конкурс в описании. А я с вами прощаюсь. Это был проект Ютубер. Меня зовут Эрик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok